12 февраля кубанцы отметили значимую дату – день освобождения города Краснодара от немецко-фашистских захватчиков. О героических и трагических страницах истории города в преддверии этой даты говорили студенты нашего района. В рамках месячника оборона массовой и военно-патриотической работы в межпоселенческой центральной библиотеке прошел кинолекторий для студентов среднего профессионального образования филиала Кубанского государственного университета. Сотрудники библиотеки подготовили для ребят виртуальную выставку, наглядно показывающую те места, где во время войны шли ожесточенные бои. Это фотографии. Одна фотография представлена с тех событий, оригинальное фото, а вторая – кадр с того же места в наше время. Можно сравнить, как изменился город, какие здания сохранились. Ребята узнали о сложном и трагическом периоде времени, которое пришлось пережить городу Краснодару, когда и как он был освобожден. С того времени прошло много лет, но в сердцах кубанцев никогда не исчезнет благодарность и признательность тем, кто отстоял свободу и независимость родного города, уверена студентка среднего профессионального образования филиала Кубанского государственного университета Дарья Никитина. Важно, чтобы молодёжь помнила о том, какова была жизнь в то время и какой ценой далась победа. Потому что именно наши предки старались для того, чтобы сейчас у нас было мирное небо над головой. Большую патриотическую работу ведут сотрудники Славянской межпоселенческой библиотеки. Для своих читателей они подготовили несколько интерактивных выставок о людях, внёсших значительный вклад в развитие Славянского района. Выставка будет работать на протяжении всего года и каждый месяц пополняться новыми фотографиями наших земляков. Надежда Калинина, Георгий Калинин, программа События.